доброго времени суток мои дорогие зрители и подписчики с вами канал автора надежда и сегодня я хочу посмотреть самые такие сложные самые болезненные мысли о вас когда он думает о вас и возникает какая-то боль вот именно эти мысли мы с вами сегодня посмотрим таро я решила взять это ведьмы повседневная таро ведьмы посмотрим что они нам расскажет конечно же не забываем загадывать желание 22 старшего аркана таро и одна карта я ее уже беру долго мы на этом моменте останавливаться не будем потому что уже очень многие знают что это за карты и как с ней работать но если вы со мной знакомы совсем недавно и еще не знаете для чего это все и как это делается вот здесь вот я оставляю для вас ссылочку и в этом видео в самом начале очень подробная инструкция для того чтобы ваши желания сбывались что нужно делать также если вы эту ссылочку не видите в описании под видео я оставляю ее также чтобы вы могли ее найти если вам удобнее будут в описании и так мысли сложные тяжелые мысли которые вызывают в нем боль это мысли о вас конечно же так как у нас расклад на отношения конечно же делаем сигнификацию для начала дьявол тут мужчина здесь недоволен здесь мужчина считает что вы нечестно и некрасиво поступили по отношению к нему что-то пошло не так своей вины здесь мужчина не снимает он реально понимает какой-то его неосторожный поступок привел к вашим действиям по отношению к нему знаете как я не ожидал что от моего действия будет вот такой результат но здесь мужчина говорит что он где-то просчитался и за этим последовал удар с вашей стороны из мужчина в шоке находится потому что вы смогли его переиграть но вот претензии к вам здесь есть видимо непозволительная роскошь вам было было переиграть самого дьявола коим он себя здесь практически здесь представляет хотя мужчина ей если сказать то он довольно таки здесь хитрый и он для себя считал что он прекрасно владеет ситуации он прекрасно может вами манипулировать управлять и он прекрасно знал когда вам здесь я не знаю мешочек с денежкой предложить а когда-то мороженку или конфетку то есть вот всякие подходы к вам не получается так я значит с этого бока зайду и один какой-то его здесь просчет сыграл нехорошую историю с ним здесь мужчина что она этим воспользовалась воспользовалась здесь вообще на максималку предательство с вашей стороны для мужчины здесь было очень глобальным вы в нем видели мужчину с которым вы готовы были связать свою жизнь буквально король пентакли надежный степенный хозяин муж и вы готовы были быть с этим мужчиной но только в какой-то прекрасный момент вы стали видеть что ваша забота о нем обернулась вам не совсем приятной стороной не совсем хороший итог вы получили вы стали за своим мужчиной наблюдать и вот вот его какой-то здесь просчет и помог вам взяться за эту нить как-то с ним здесь некрасиво поступить ну-ка что еще здесь у нас девочки отшили но теперь вы стали понимать что вы теперь будете манипулировать вы теперь будете зеркалить и вы теперь захотели появились не захотели просто ушли до своя си и собственно никакого дела вам до этого мужчины нет самое такое большое что вы сделали по отношению к нему и что его тревожит это то что вы научились от него отрываться отдаляться научили вести себя таким образом что вам без него очень даже неплохо а может быть уже гораздо лучше чем было с ним и и кстати когда вы от него оторвались эмоционально душевно появилась ваша сила вы стали чувствовать что вы гораздо сильнее нежели вы когда-то о себе это думали что у вас много возможности что действительно вы не такая уж и слабая как хотелось быть или как вы себя чувствовали это действительно большое проявление силы воли когда вы от дьявола очень сложно оторваться потому что на то он идеал да вот опутывает силками и вырваться из этих отношений очень сложно вы нашли себе те внутренние ресурсы которые помогли вам это сделать мужчина опять же здесь видите в шоке и в панике а видимо вы ему когда-то давали понять что вы без него не сможете что вам без него трудно и сложно что как так я без тебя на жизни своей не мыслью не он в этом был счастлив его это росла расслабляло но только то что вы потом сделали смогли сделать вот это вот получается предательство по отношению к нему может быть конечно вы ему обещали его вечно любить клялись ему в такой вот в любви которая которую вы пронесете сквозь годы сквозь расстояние но не тут то было что у нас мужчина он пока здесь видите в прострации в шоке в панике он думает что ему делать как ему поступать но пока здесь обездвижен вы его ввели в какое-то состояние наркоза которая из которого здесь выбраться не может я не могу сказать что здесь мужчина одинокий потому что вокруг него есть люди ему есть чем заняться ему есть о ком заботиться да ему есть о ком точнее с кем проводить свое время но тем не менее вот это заноза в его душе которая сидит она омрачает у казалось бы здесь спокойную атмосферу которая есть вокруг него у него огромное желание здесь понять что ему делать дальше именно в отношении вас ничего пока хорошего он не придумал но тем не менее здесь думает давайте посмотрим направление его мысли но начать заново видите ввести вас в новый круг отношений для кого-то это второй круг для кого-то это 102 на игру ведь колесо фортуны он снова хочет снова здорово даст снова заново снова сначала потому что но без вас здесь он никто и никак он не может идентифицировать все себя как счастливый человек и как счастливый мужчина когда вы себя ведете по отношению к нему вот таким вот холодным образом гораздо круче он себя может ощущать когда вы готовы его ждать когда вы готовы его любить такой вот любовью по умолчанию до чтобы не было там кто бы ты ни был я тебя все равно буду любить в каком состоянии ты бы не появился я тебя всегда готова принять а тут все поменялось поэтому здесь мужчина продумывает как можно или каким образом можно здесь снова вернуть все на круги своя когда у вас снова какой-то новый этап отношений до какой-то рассвет жертва но те жертвы сейчас чувствуют причем очень так вот масштабная жертва у него в душе здесь поселила и себе сонница здесь переживания здесь действительно и ночами не спит и просыпается ночью долго уснуть не может все думает 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 но воз пока и ныне там какие очевидные действия он для себя предполагает именно в данной ситуации девочки но он понимает что уже вот с тем что у него есть тем что он имеет со своим имеющимся багажом ему снова залететь ваше отношение не получится и мужчина здесь будет хитрить будет обманывать девочки будет может обещать золотые горы может совсем поменять как-то свое поведение свое отношение к вам вы должны понимать как бы здесь он себя не вел здесь может раскаиваться да там стоять на коленях много чего здесь может быть но вы для себя должны понимать что это ну вот искренне наполовину потому что самая главная цель вы должны понять что это снова затащить вас на очередной круг ваших отношений и конечно здесь тоже прослеживается чтобы мужчина здесь какой-то несвободный даму там у него может быть бывшая семья но в которой он полноценно участвует или это его родители которых он никак не может оставить но также это может быть совместное проживание с другой женщины жена она ему или сожительница абсолютно никакого значения не имеет потому что здесь идет и измена здесь идет вот сидение на двух стульев на двух стульях создание себе запасных аэродромов но ведь и так как здесь показано что вы являетесь тем скрепляющим механизмом который называется его собственное счастье конечно вот какова какая бы благодать не было вокруг него вы являетесь связующим звеном кстати здесь ситуация когда я периодически говорю что часто женщина является цементом в той параллельной жизни у своего мужчины в ему ему в работе везет или скрепляющим цементом в его отношениях с другой женщины так боже давно бы разбежались разошлись и начали свою жизнь сначала потому что эмоции уже не те или не получает он какой-то реализации он это нашел на стороне и все на круг замкнулся и ему менять уже ничего и не нужно все что он хочет он это получает вот здесь вот мы смело можем говорить о том что вы являетесь связующим элементом в жизни данного мужчины поэтому ему так и необходимо вас вернуть поэтому здесь и мысли тяжелые здесь постоянные размышления здесь он говорит что вы его предали по факту вы его просто оставили с тем что у него есть нас тем что у него уже было и в противовес каково это было с вами и то что есть в его собственной личной жизни это его уже не устраивает вы должны присутствовать в его жизни как бы то ни было причем здесь здесь мужчина такой вот какой-то вот маньяк но здесь маньяк слова маниакальность он готов будет очень долго ждать он готов запастись о таким вот железным или резиновым терпением он не будет торопиться и торопиться у не будет по одной простой причине чтобы не просчитаться похоже до него действительно дошло что у него может быть только один единственный шанс и в этом шансе не имеет право налажать поэтому здесь будет действительно думать спокойно рассудительно действовать а действие в любом случае здесь придумает но я говорю это будет какой-то очень хитроумный план вот и реализовывать он его будет неспешно постепенно когда здесь такая ситуация которая может затянуться на месяц и на год и на года вы должны для себя понимать все зависит от самого мужчины до от его динамики и от его параллельной жизни от тех условий которые в его жизни сейчас есть но что я вам точно здесь скажу что он за вашей жизни просто так не уйдет его не получится взять заблокировать поменять там номера места жительства и все он исчез если он поставил себе цель вас найти и попытаться вас втянуть в отношения а он поверьте эту цель поставил то он его не напугает что ему придется вас долго искать или ему придется долго как-то вынашивать план чтобы его привести в действие к долгом ожиданию в долгом развитию ситуации он готов он конечно не понимает что за долгое время женщина уже может перегореть женщине ничего уже не нужно будет вот но это не нужно вам а ему то нужно поэтому появление в его жизни ваше здесь будет обязательно что еще вы должны знать вы должны знать что вот четкое определение для него это очень сложный выбор когда мы имеем речь или дело с мужчинами которые создают себе запасные аэродромы для того чтобы их жизнь играла красками то здесь такая же ситуация что он от вас отказаться не может потому что все мир его становится половинчатой что от той ситуации он тоже отказаться не может вы в его жизнь привнесли то что ему не хватает то есть основное у него было и вы взяли это облагородили то есть у него был алмаз вы из этого алмаза сделали бриллиант но он не может взять все это выкинуть потому что это две слагаемые одного целого поэтому вы четко должны понимать что выбор если он и будет его делать это сложный будет процесс с которым здесь придется смириться там бегать туда-сюда я подумаю я решила я передумал вот этот момент здесь точно будет это не тот мужчина который скажет я боюсь тебя потерять и поэтому все я выбираю тебя больше вот никуда не ногой нет этот мужчина опять же ведь его какую-то хитрость у вас затащить в отношении чтобы вы были и все снова в его мире в его жизни была гармония а дальше поживем посмотрим нам поживем увидим поэтому четко понимаете для себя с кем вы здесь имеете дело давайте его самые болезненные мысли о вас от которых он сходит просто с ума что вы ему не верите что вы ему не доверяете что каждое его сказанное слово будет подвергнута проверки вы его выслушали но на веру ничего не приняли будете узнавать проверять перепроверять требовать доказательства с кем-то советоваться вот еще дать вот какая больная мысль что вы уже не не такая наивная да вот в его власти вы все он мог делать с вами что захотел но только вы научились теперь слушать каких-то других людей и он зная свою личность зная как выглядит ситуация очень боится чтобы другие люди вам не промыли мозги сказав да посмотри с кем ты имеешь дело да бегает туда-сюда создает запасные аэродромы везде пытается себя подстраховать да тебя придерживает на всякий случай чтобы мало ли что да и его мир рухнул никому не нужен а ты его ждешь вот этого он кстати очень боится эта мысль вот на самом деле вот может довести его до инфаркта что вы вдруг прислушаетесь чье-то мнение и и тогда вот как здесь вот получите какое-то какой-то инсайт просвещение для себя также он очень боится что вы влюбитесь кого-то другого что вы поставили себе цель четко работать над построением совсем новых отношений а ведь что у вас будет новая любовь тяжелая мысль ну естественно что если вы влюбляетесь в другого то этот каким бы он заходами подходами с какими бы он там манипуляциями там любовными обещаниями к вам не пришел но уже не нужен да все все перегорело все в моей жизни есть совсем другой человек любимый человек на все хорошо ты-то тут кто вот этого он очень боится здесь конечно да здесь такое умопомречения он реально понимает что стоит вам вот взять умчаться и все эти его жизнь становится каким-то таким вот болотом где ничего уже не нужно все неинтересно кто вы ему что не предлагал ай не хочу на девочки мысль который сводит с ума его это то что вы по отношению к нему остынете или уже остыли что больше вам никогда не под каким предлогом вообще не будет интересно с ним даже сесть просто за один стол чтобы пообщаться что вы еще подумаете выслушайте его не выслушать знаете девочки вот самое страшное это действительно то чего он боится больше всего это то что вот на самом деле вызывает в нем практически такой эмоциональный инфаркт это то что если вдруг не дай бог ему понадобится ваша помощь и это действительно будет уже не манипуляция это действительно будет ситуация когда помоги больше помочь некому а вы скажете а я подумаю а вы единственная кто сможет помочь а вы к нему вот так вот это знаете вот ничего теплого по отношению к нему не останется вот самая такая вот страшная мысль да дрожит жизнь складывается таким образом что только вы являетесь тем человеком который может ему помочь а вы как будто вы знаете вот камень-ножница бумага помочь не помочь вот такое вот равнодушие хочу помогу хочу не помогу знаете как вот мимо уличных животных проходишь да и хочешь поможешь хочешь не поможешь вот так вот он себя будет чувствовать да я думаю это действительно страшно это действительно ужасно понимать что в твоей жизни никогда любимый человек который тебя любил который тебя боготворил будет относиться к тебе как бродячей собаки и только каким-то чудом ты можешь обратить внимание и ими проявить какое-то милосердие видите здесь двойка мечей а я еще подумаю а и причем здесь бить в цель с завязанными глазами получится не получится улыбнется у удачей нет вот так вот и ему появите выбор благосклонность к нему или скажете нет я не хочу я передумала мне неинтересно что еще но все видите что вы способны быть такой женщиной которая может остыть уже сейчас вот чем дольше он думает чем больше он пытается придумать какой-то план тем больше больше его пугают мысли о том что вы остынете он чувствует вас что вы это можете сделать и очень-очень страшно что это так и будет шестерка мечей туз мечей придете к тому что вы просто возьмете и какие и какой-то знаете вот контрольный удар ему в душу нанесете и скажите все это финальная . это последняя инстанция или последняя станция твоя в моем направлении досвидули что вы должны знать о нем прямо сейчас я уже говорила что план он в любом случае вы нашего до терпения этому человеку не занимать вы четко должны понимать что в вашей жизни он еще проявится причем на таким образом в котором вот для того что даже и думать не думали но по факту здесь что вы еще должны знать в тот момент когда он появится в силу своего терпения силу наконец-то реализации своего плана вы к тому моменту где действительно уже кто-то окончательно остынет а кто-то будет в полушаге от этого я не вижу что вы прыгали от радости и бежали навстречу к нему с распростертыми объятиями это то что вы для себя должны знать на будущее он способен появиться таким образом что вы даже знать о его приходе не будете ай а его появление но как бы то ни было да вот какими это здесь тайными образами он не появлялся вы к тому моменту уже будете способны к тому чтобы его сдержать или свои эмоции здесь сдержать таким образом чтобы он видел что вот те его опасения самые страшные которые есть похоже они сбываются похоже предчувствие его не обманывает совет вам давайте еще посмотрим слушайте себя слушайте свое сердце и здесь карта правосудия вы всегда должны понимать что этот человек вашей жизни сделал вам не только плохое но и хорошее здесь буквально так как здесь книга и книга открытая все что вам нужно для того чтобы составить свое мнение она у вас все имеется можете для чистоты эксперимента просто выписать на листе все что хорошее было связано с ним и все что негативное и просто посмотрите это буквально вот будет видите борьба добра и зла когда вы таким вот четким взглядом конечно я думаю вы сделаете небольшую такую поправочку потому что здесь ведь и глаз немножечко приоткрыт сделать небольшую поправочку на то что хорошая вы возможно можете при украсить да вот как вот поблажку как бонус кинуть этому мужчине но для чистоты как эксперимента все-таки опирайтесь буквально вот что здесь в отношениях преобладает хорошая или плохой тогда вы действительно сможете остановить и остудить свой разум своей мысли свою душу который может страдать которая может переживать здесь такой момент когда все должно быть по справедливости и все должно быть решено самым честным образом ну для мужчины тоже можно будет составить до такую табличку сводную которую вы можете показать данный вопрос что с тобой произошло и и почему ты такая холодная вот пожалуйста вот и посмотри и скажи да в чем я здесь не права поэтому здесь нужно составлять таким образом чтобы показав ему да вы не сказали ой ну тут я утрировала ой тут я напридумал нет все должно быть и именно так что это была бы правда только правда да ничего кроме правды тогда вы ему действительно сможете смело показать девочки это мысли которые тревожат его которые доставляют боль а мысли сегодня именно сегодняшнего дня в тот день в который вы смотрите этот расклад это будет продолжение видео а у нас карта иерофант не очень нравится эта карта потому что здесь вместе с вами счастливы будут еще ваши родные близкие люди после исполнения вашего желания вы сможете осчастливить еще кого-то но самым главным те тех людей которых вы любите девочки сегодняшние мысли посмотрите обязательно этот круговорот то что тут у нас мужчина уже находится в стрессе а вот именно сегодня я думаю будет интересно посмотреть не забывайте пожалуйста поставить лайк данному видео и я желаю вам всего самого наилучшего до встречи в новых видео пока пока